Всем-всем огромный привет! Хочу показать свой заказ по каталогу номер 7 в компании Avon. Каталог выглядел вот так. Хочу одну секундочку уделить внимание. Меня зовут Лана Светлана, для тех, кто этого не знает. Просто в последнее время очень часто воруют ролики либо с заказами Avon, либо с обзорами фикс-прайса. И в избежание таких вот вещей, может быть, иногда буду озвучивать, что мой канал называется именно так. Давайте посмотрим, что же было интересного. В каталоге хочу начать сразу с первого предложения. Если вы набираете на 500 рублей любых средств из серии Mark, вы можете взять за 99 рублей вот такую косметичку. Я выполнила эти условия, поэтому давайте посмотрим, что же взяла я. Настолько надоел черный дизайн Avon, что я сразу среагировала вот на такую красоту. Я взяла вот это средство. Сейчас я вам прочитаю, что это, а потом покажу. Это выравнивающая и матирующая основа под макияж. Совершенство. В ней 10 грамм. И обещает превосходно выравнивать поверхность кожи для нанесения макияжа. Создает эффект фотошопа. Ну, фотошоп мы, естественно, любим. Выглядеть хорошо мы все любим. Вот такая была коробочка. И, собственно, вот такое средство. Очень симпатично. Даже если вы заляпаете случайно пальчиками, то вот этот белый цвет, он ничего не испортит. Тут большое такое зеркало. И вот такая сама основа. У нее слегка бежево-розоватый тон. Давайте вместе. Я без вас не смотрела. Будем ляпать вместе. Силиконовая такая текстура. Мне нравится. Прямо сразу. Так, нежно-нежно и кожа становится гладкой. Как она будет работать, я обязательно в ближайшую косметичку месяца возьму и попробую вам рассказать. Вот такое средство. И второе средство, которое я взяла из этой серии, это был карандаш. Давайте я вам покажу. Ранее я его никогда не брала. Это гелевый карандаш для глаз. Точность цвета. Многие девочки говорят, что это скорее супер-шок. Обновленный. Я взяла себе мерцающее серебро. Вот этот оттенок. Ну и давайте я вам его покажу. Пришел в коробочке. Марк. Вот он, Сильвер. Название. Про серебро. Мерцающее. Собственно, сам карандашик выглядит вот так. Симпатично. Тоже такой новый дизайн. И действительно серебро. Как будет вести себя на глазах, еще не знаю. Но как серебро смотрится действительно серебром. Уходящий в белый. Неяркий. Но приятный. Вот если издалека, то видите, он не будет прямо на глазах так светиться. Темным серебром. Это светлое серебро. Ну и давайте косметичку посмотрим сразу. Она пришла вот в таком пакетике. Главное не испачкать серебром. И выглядела вот так. Профиль. Вот так. У меня есть подобная косметичка от Мэри Кэй. Мне ее дарила подруга. Она больше размером. Это помелче. Вот так выглядит вся в развороте. У нее размер вот так. 20. Сейчас я... Ой, простите. Пинаюсь. Сейчас я вам скажу. 21, по-моему, 22 сантиметра. А вот эти вот кармашки... 11. Вот так. Давайте один из кармашков посмотрим. В общем, вот такой он. Ну, не очень большой. Все-таки это больше косметичка. Сюда много, например, кремов не влезет. Я вам сейчас вот так покажу. Это пенка. Я вам ее покажу чуть позже. Попробуем мы ее сюда затолкать. Ну, вот пенка. Видите, пенка залезла. То есть, если вы хотите в нее сложить, например, какие-то средства уходовые, то нет. А вот как косметичка, которую можно повесить вот на такой крючочек на стену, она пойдет. Карманы пришиты, они не снимаются. И выглядит все вот так. Надеюсь, сама суть понятна. Вот она квадратненькая. Давайте я ее поставлю сюда. Ну, и, собственно, покажу сразу вот эту пенку. Пенка Nutra Effect. Это пенка... Где русский? Она подходит для чувствительной и, по-моему, жирной кожи. Плохо, что они... Где русский? У меня была уже такая пенка. Эту взяла подруга. Она мне очень понравилась. Но в комментариях, когда я хвалила эту пенку, были девочки, которые говорили, Света, вот мне не подошло. А вот сама я прямо в восторге рекомендовала. Так, пенку я нашла. Пенка для умывания, да, для комбинированной и жирной кожи. Вот она какая. Очищающая. Дает очищение. Вот. Классная пенка. Для меня она классная. Также были новинки. Гели для душа. Я себе такие уже взяла. Эти взяла себе подруга моя. Первый. Любовь в Париже. В нее входит экстракт розы, ириса и ноты янтаря. Вот этот. Красивый дизайн. И второй. Романтика в Венеции. Аромат Фрезия. Красный пен и мускус. Хочу повториться. То, что я уже говорила в прошлый раз. Ароматы очень знакомые. Как бы вот... Я бы не сказала, что это гель, который прямо хочется... Рука вот к нему тянется. Нет. Дизайн хороший, а аромат обычный. Далее. Подруга себе заказала красное платье. Я его открыла, потому что она мне всегда говорит, цвет открывай, тестируй. Красное платье я аромата не знала, поэтому мне было очень интересно все-таки с ним познакомиться. Лариса мне понравилось. Очень понравилось. Спасибо, что разрешила открыть. Привет тебе большой. Вот так выглядит флакон. Ну, флакон знаменитый, все его знают. Он чуть-чуть такой пузатенький, с пузиком. На меня чем-то похож. Вот такой у него есть. Сначала он как бы немножко терпкий, мне показался, а потом он так раскрывается красиво, и очень ярко ваниль и ягодки я чувствую. Какие тут главные ноты-то в нем, я даже не знаю. Ну, вот ягодки и ваниль хорошо ощущаются. Но при этом не сказать, что он прям перегружает как-то образ. Нет, он красиво звучит, как-то нежно, сладко. Это как-то по-девчачьи, что ли. Приятный аромат. Если далеко от ароматов не уходить, я хочу еще один показать. Этот уже заказывала моя мама, мы вместе живем. Вива Лавито. Новинка. Недавняя. Мы взяли мини-версию, потому что потестировали лишь страничку в каталоге и хотели посмотреть, как будет именно аромат раскрываться. Мне понравился. Вы знаете, они когда на разных запястьях, изначально мне показались разными, но через какое-то время у них есть какое-то сходство. Оба аромата, вот это тоже я могу сказать, что я хорошо в нем чувствую, ягоды и нежную ваниль. Если вот в красном платье малина, роза и сандал, вот она, сладость малины, ванили тут как бы не заявлено, то Вива Лавито, я не знаю, я ее сейчас найду или нет, по-быстрому если. Мне кажется, у нее тоже вот что-то похожее на малину есть. Нет, быстро не найду. Ну, жалко. Ладно. Долго искать. А нашла, сразу нашла. Она испугалась. Сочное яблоко, мимоза, сандал. Сочное яблоко. Вот она, сладкое яблоко, красное яблоко. Да. Вот. Давайте интересненькое теперь покажу. Я заказала себе очки. Я на них внимания не обратила, но мне в личку, не помню кто, Наташа вроде бы, спросила, святачки не хочешь заказать? Но я сразу захотела. Посмотрела я на эту страницу. Действительно, выгодное очень предложение. 369 рублей, еще минус скидка представителя. Я взяла себе вот такие классические. Хочу сказать, что мне очки, в принципе, подобрать очень сложно. У меня очень мелкое лицо, и мне очки все как-то велики и не идут. Я подумала, что классическое оправо будет неплохо смотреться. Тут товар, запас ограничен, была бирочкой. Я подумала, ну, если придут, так придут. Пришли. Пришли они вот в такой коробочке от Эйвен. Я футляр не заказала. Вот коробочка приехала. И вот в таком мешочке. Ну, еще было вот, не знаю, интересно, кому или нет, но вот пластиковые. Вот так выглядели очки. Вы знаете, удивительно, но они мне подошли. И мама сказала хорошо, и муж сказал хорошо. Единственное, непривычно, потому что я никогда очки не ношу, потому что они мне не идут. Ну, по крайней мере, не шли. Эти хорошо. Симпатичный дизайн буду носить. Так что, наконец-то, я летом буду не щурочка, а нормально открытым взглядом смотреть на мир. Это я все время щурюсь. Далее. Ой, далее сейчас очень интересное покажу. В общем, в каталоге. На 64-й странице продавались бриллианты. Так. Вот. Вот они. Азура. У меня мама выбрала кольцо. Действительно бриллианты, потому что фианит, искусственный камень, по внешним данным, является почти полным близнецом бриллианта. Мы взяли эти бриллианты. Кольцо само по себе 1400, со скидкой 550 рублей. Вот. Они говорят, что это очень круто. Максимальная скидка на такую страницу 15%. Ну и давайте я вам покажу. Пришло все вот в такой коробочке. Куда? Давайте коробки выкинем. И тоже в коробочке за 550 рублей. Все-таки Иван молодец. Они так и заявляли, что ждите коробочку. Коробочка пришла. Давайте вместе смотреть. Это я его уже так положила. На самом деле был еще пакетик. Оно лежало сверху в пакетике. Давайте смотреть, как выглядят бриллианты. Оно реально играет на солнце. Оно очень красиво смотрится. Фианит не маленький. Достаточно крупный. Так, давайте на каком вам пальце показать. Я покажу вот на этом. Просто у меня размер другой. Солнца, к сожалению, сейчас нет, чтобы уж совсем показать интересно. Ну вот так. И вдалека. Красивое колечко понравилось. На самом деле понравилось. Оно прям вот настолько красиво играет. Так бы и глядела. На свету прям всеми цветами радуги. Вот. И последнее, наверное, я сейчас покажу. Это по баллам. Я взяла женские кроссовки. Название не помню. Они были вот такие. 37 размер я взяла. Я подумала, если захочет мальчишка мой, у меня сыну 10 лет, будет носить. Если не захочет, я буду носить их сама. Потому что 37 размер, это мой размер. Летом бегать вокруг дома, это нормально. Вот такие вот. Мне кажется, для пацана тоже пойдут на стадионе-то бегать. Они тоже такие синие. Аромат неприятный пока. Но это все выветрится как-то мне. Насчет аромата я сильно не переживаю. Я считаю, что это все выветрится и будет все нормально. Так. Последнее, что я хочу показать. Где они? Где они? Где они? Это вот пришли пробники. Новинки. Attraction. Rush. Да? Так. Страсти разгораются. Женский аромат. Для нее восточно-цветочный. Земляника. Jasmine. Ух ты. Гипнотическая амбра. А мужской цитрус. Корица. Гипнотическая амбра. Слушайте, я хочу вот землянику. С jasmin. Давайте попробую. Кто не торопится, подождите. Конечно, с первого-то я сейчас нюху, ничего не почувствую. Надо какое-то время подождать. Но мне хочется все равно. Ну, нежный такой, да. Сладкий достаточно. И чувствуется, что это сладкая ягода. Жасмины я вначале не чувствую. Наверное, это уже, жасмин это будет в базе. А вначале земляника. Вот сладкая ягодка. Ну, естественно, только нанесла тут сначала спирт. Еще. Ну, спирт уходит, земляника остается. Это сладкий все-таки. Вот этот аттрекшн женский, это сладкий аромат. Мужской. Ну, давайте посмотрим и мужской. Я люблю цитрус. Поэтому, я думаю, мне понравится и мужской. Да. Приятный мужской цитрус-корица. Отдаленно. Корица есть, но она, я думаю, проявится немножко. Но вот эту амбру гипнотическую, наверное, можно узнать или почувствовать уже через какое-то время. Ой, мужской яркий очень. Корицы много. Я корицу не очень люблю. Ну, в общем, вот такой вот был. А земляника вкусная. Кто любит сладкие ароматы, особенно вот ягодные и фруктовые, вам понравится вот земляника. Он такой привлекательный. Все. А, подразнить. Не подразнила. Аутлет приехал. Рейвен стиль жизни приехал. Каталог восьмой. Вот так выглядеть будет. Эти новинки тут в рекламке. Тут первые. Ну и, конечно же, фокус. Обязательно сейчас буду листать. Поэтому терпеливо ждите. Пишите комментарии непосредственно по заказу. Потому что я знаю, что вы ждете. Я листаю. Так что сейчас в следующем ролике еще раз встретимся. А пока я прощаюсь. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok